Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Наступает долгожданное время сбора урожаев. И сегодня у нас с вами обзор технических и универсальных сортов, растущих на нашем участке. Сразу скажу, что все сорта подбирались максимально таким образом, чтобы они точно вызревали в наших условиях. Потому что, как бы мы ни крутили, но залог хорошего вина – это полностью созревший урожай. Реформ. Венгерский универсальный сорт в условиях Минской области созревает конец августа, самое начало сентября. Ягода очень приятная, очень ароматная, имеет легкие грушевые нотки, много сока, много сахара. По урожайности дает 2 грозди на ветку, иногда 3. Средняя масса грозди, где-то 230-250 грамм. Грозди небольшие, но в чем плюс? За счет того, что грозь небольшая, куст тянет любую нагрузку. Урожай можно не нормировать. Немножечко при необходимости сделать нормировку зелеными побегами. И таким образом уход за таким кустом будет минимальный. При этом, повторюсь, за счет небольших гроздей урожай вы получите всегда. При этом его можно использовать и как в виноделии, и просто для еды, потому что ягода потрясающе вкусная. Что касается виноделия, набирает хороший уровень сахара, выше 20. При этом дает очень приятное вино с легким грушевым ароматом в молодом состоянии. В дальнейшем при выдержке вот эти грушевые ароматы, они трансформируются в цветочные. При этом я всегда делаю этот сорт, несмотря на то, что он белый, по красному типу. Но вина из него получается потрясающая. Особых потребностей к уходу у него нет. Вопросов с возреванием лозы не бывает никогда. По болезням стандартной профилактической обработки более чем достаточно. При этом благодаря раннему сроку созревания вы всегда останетесь с урожаем. Неважно, будете вы использовать его ягоды для еды, либо для вина. Этот куст простит вам практически любые ошибки и всегда побалует вас своим урожаем. Зигиреба. Кустик молодой. Поэтому пока урожай достаточно скромный. Несколько вот таких вот гроздочек компактненьких, небольших. Ягодка средних размеров. Очень сладкая по вкусу и очень насыщенный мускатный аромат. На сегодняшний день, на 20 сентября, сахар 19. В прошлом году он у нас уже был полностью готов, где-то первой недели сентября. Ну, и погода подвела еще у него, честно говоря, не очень такое хорошее место. Там соседские кусты, с этой стороны наши доски. Поэтому он получается в таком темном коридоре, но ничего, войдет и куст в нормальный рост. И тут мы кое-что берем, ему будет гораздо лучше. По болезням стандартной обработки, по вызреванию лозы. Вот лоза уже начинает вызревать. С учетом того, что кустик молоденький, еще был ослаблен прошлыми осенними заморозками. Вполне хороший результат. Бордова. Небольшая гроздь, но она дает и 2, и 3 грозди на ветке. Может быть, даже 4. Не знаю. Куст молодой. В принципе, нагрузить можно. В этом году запаздывает на 20 сентября. Вот желтенькие ягодки 20 сахара, вот эти более крупные пока что 17. Но этот год мы не ровняем. В прошлом году в ее первое плодоношение она была готова уже к концу августа, начало сентября. Впрочем, даже несмотря на год, есть и вообще такие хорошие гроздочки, плотненькие. И я думаю, что грамм 250, а может и под 300 она выйдет. Вот так вот по сравнению с моей рукой, то есть вполне. По вкусовым качествам это аромат тропических фруктов. Это аромат личи. Если вы никогда не пробовали личи, впрочем, как и я, любой напиток в магазине с этим вкусом, если вы попробуете, вы сразу поймете, о чем я говорю. Вот в этой ягоде именно такой характерный аромат. И поэтому она придется по вкусу всем, кто ее попробует, и не только, кто планирует использовать ее для виноделия. Так, например, у моей дочки это самый любимый сорт по вкусу. Ну и что касается болезней всего остального, сорт абсолютно неприхотливый, как и большинство сортов при Балтийской селекции. Древесина вызревает хорошо, обладает достаточно хорошей морозостойкостью. Хотя мы свой виноград весь на зиму укрываем, поскольку не столь опасны в наших регионах морозы, как перепад резки с минуса на плюс, плюсы на минус. Ядвига гайлюнаса, очень красивая ягода такая, прямо аж светится на солнце. Ядвига гайлюнаса, очень красивая ягода такая, прямо аж светится на солнце. Вот этому кусту всего лишь третий год. В прошлом году она нам дала несколько гроздей, но в этом можно сказать, конечно, еще не полноценный урожай, но вполне такой неплохой с учетом всех природных катаклизмов. Средний выдает по три грозди на побег. По размеру, конечно, это гроздочки небольшие, она может и больше, грамм 300-400 вполне реально получить. Обладает приятным тонким ароматом, мякоть сочная, немножко слизистая, кожица тоненькая. Даже вокруг куста, когда ходишь, если яркий день, такой погожий, солнечный, то очень чувствуется приятный фруктовый аромат ягод. По вкусу, на самом деле, очень сложно описать, на что он похож. Хотя в многих описаниях вы найдете, что лабрусковый аромат. Нет, лабрусковый аромат, если мы берем как эталон лабруски изабелла, то все-таки здесь аромат совсем другой, другого характера. И в послевкусе это будет немножко такое медовое что-то. Вот если мы возьмем мед такой вот в магазине искусственный, вот такие нотки присутствуют в этом сорте. Хороша не только в свежем виде, но и в приготовлении вин. В прошлом году ввиду небольшого урожая, впрочем, как и в этом, я буду делать то же самое, потому что нет еще столько, чтобы сбраживать все отдельно с одного куста. Я использовала вместе все белые, розовые, прибалтийские сорта. В итоге вышло вино очень богатое по вкусу, очень богатое по аромату. Как запах, так и вкус не отставали друг от друга. И это получился такой очень сочно-розовый грейпфрут, который имеет и нотки земляники, и нотки цитруса. В прошлом году она была готова в начале сентября. В этом году на 20 сентября сахар 17. Но этот год у нас богат на неблагоприятные условия, поэтому нельзя считать его каким-то эталонным. Ну, как обычно, болезнь и созревание лозы никаких нареканий нет. Лоза уже вполне пошла созревать. На некоторых побегах дозрела до середины, на некоторых чуть меньше. Рассчитываем на то, что кусту третий год. Он еще и под нагрузкой у нас такой неплохой. По болезням вопросов нет. Свенсен Ред, кусту третий год. Красивые, длинные такие грозди. В этом году немножко не очень опылился, но, тем не менее, грозди дотянули. Имеют вполне красивый вид. Вот по размеру на моей руке. Такая длинная красивая гроздочка. В прошлом году на сигнальном плодоношении он созрел где-то 2 неделя сентября. В этом году на 20 сентября сахар 16. Маловато пока. Но дотянет. И повторю, что, конечно, этот год вообще не показатель. Чем хорош? Нагрузку тянет хорошо. Лозы вызревают хорошо. Не болеет. Обладает хорошей морозостойкостью. В описании, по-моему, минус 35 или даже минус 38. Это характерно и для многих американцев. Но надо понимать, что американская морозоустойчивость подразумевает стабильные морозные зимы. В наших зимах вот эти качели плюс-минус. Морозостойкость сильно снижается. Это надо учитывать. Это надо понимать. Мы в своих условиях как раз-таки именно из-за этого укрываем все. По вкусу приятный фруктовый аромат с легкими нотками земляники. Зилга. Сорт труженик. Сорт пчелка, как бы я его назвала. В условиях Минской области она созревает приблизительно первая-вторая неделя сентября. Ну, в зависимости от того, в каких целях вы ее хотите использовать. Зилга. Сорт универсальный. Кушать, в принципе, можно начинать уже с начала сентября. Сахара там достаточно. Но остается небольшая кислинка в шкурке. Если мы хотим пустить ее на виноделие, то желательно поддержать чуть побольше. Никаких нормировок урожаем не проводим. Он может выдавать 4, а то и 5 гроздей на побег. При этом гроздь может быть и до 400 грамм. То есть можете посчитать нагрузку. И сейчас на этом кусте 51 побег. В этом году так получилось, что ей отдана практически вся огромная шпалера. Она прекрасно тянет всю нагрузку, прекрасно тянет урожай. И снять с нее 30, а то 50 килограмм ягод более чем реально. И обратите внимание на лозу. Конец августа. Лоза на 2,3 длины уже готова, уже вызрела. Симоне. Сорт прибалтийской селекции в условиях Минской области. У нас он созревает где-то первая неделя сентября. Сорт устойчивый ко всем болезням, абсолютно неприхотливый. Тянет любую нагрузку. Никаких нормировок гроздями мы не проводим. В среднем дает по 2, по 3 грозди наверх. Иногда может быть 4, но видите, 4, тут уже совсем маленькая гроздочка. Что касается вызревания лозы, кое-где она уже пошла вызревать. Проблем у них никогда не бывает у прибалтов. Не всегда и урожай созревает вовремя, и лоза созревает вовремя, причем на всю длину. По вкусу ягода очень сладкая, очень ароматная. И когда она так хорошо созревает, то даже стоя рядом с кустом чувствуется вот этот приятный виноградный аромат. Мякость слегка слизистая, кожица снимается мешочком, но в кожице мало совсем кислоты. И поэтому нет таких вот каких-то неприятных ощущений. Ягоду можно и поесть, ягоду можно использовать и в виноделии. Что в общем-то я и делаю, чем хороша, потому что хорошо накапливает сахар, порядка 20-22%, при этом низкий уровень кислоты, что хорошо в регионах северных. То есть у нас нет проблем с кислотностью и в дальнейшем с ее регулированием. Красавица Лепсна, очень люблю ее за этот яркий цвет на солнце. Прям ягодки вот так вот просвечиваются. Вкус очень насыщенный и очень специфический. Когда говорят, что у нее есть изобольные нотки, я, честно говоря, с этим не соглашусь. Это больше ароматы тропических фруктов, хороший сахар. На 20 сентября сахар 18, но этот год не считаем. То есть сахар еще может подтянуть. И в прошлом году первое плодоношение было снято раньше, при хорошем уровне сахара. Еще очень характерная черта Лепсны – это терпкость. Она очень ярко ощущается в послевкусии. Пока что в виноделии я использовала ее только в смеси, но я думаю, что и в Мона она даст прекрасные, насыщенные, ароматные вина. Всегда стабильное и хорошее вызревание лозы, прекрасная устойчивость к заболеваниям, очень такой неприхотливый и приятный сорт. Паланга еще один невероятно красивый, невероятно ароматный сорт. Яркие, очень фруктовые тона, яркие фруктовые ароматы, хороший сахар на 23 сентября. Сахар 20 добрал. Вкус – тропические фруктовые ароматы с очень долгим послевкусием. Часто говорят, что у прибалтийских сортов лабрусковые ароматы. Нет, это не лабрусковые, это ароматы все-таки несколько другого порядка. И послевкусие от паланги остается очень-очень долго. Чем-то может быть немножко похоже ароматом на Лепсну, но Лепсна терпкая, там есть терпкость. Паланга в этом плане мягче. Аромат слышен и вокруг куста. Облюбовали птички уже, облюбовали после птичек пчелки. Хорошая устойчивость к болезням, хорошее вызревание лозы. Селе. Небольшие гроздочки, ну вот по три на побег. Где-то есть и по четыре вот на той стороне шпалеры. Кустик молодой, вкус очень яркий, насыщенный и выраженный ананас. Вот этот вкус ничем не спутаешь, сразу попробуешь и сразу понимаешь, что это. В этом году 18 сахара на 20 сентября. Прекрасное вызревание лоз, прекрасная устойчивость к заболеваниям. Грозди рыхловатые, но за счет этого ягоды не трещат, не подвержены каким-то загниваниям, заболеваниям. Русский ранний, один из моих любимцев, трудяжек. Всегда дает хороший стабильный урожай. Грозди рыхлые, но за счет этого ягода никогда не трещит. Ягода никогда не загнивается. По заболеваниям устойчивость очень хорошая. Лозы вызревают всегда и прекрасно вызревают. Хорош, как в свежем виде, потому что ягода сладкая, ягода ароматная, с легкими фруктовыми нотками. Хорош и в виноделии, хорошая сока, дача, хороший уровень сахара. На начало сентября сахар был 22, потом из-за дождей несколько упал. Ну вот сейчас уже до 20-ки вновь поднялся. Русский ранний это тот сорт для ленивых виноградарей, которые не хотят особо чем-то заморачиваться. Он вытянет любую нагрузку. Никогда мы не нормируем его урожаем чуть-чуть, по весне может быть зелеными побегами. И этого вполне достаточно. При этом он всегда успеет созреть, потому что срок у него хороший и ранний. Как в свежем виде можно скушать. Сорт хороший для виноделия. У него низкая кислота, хороший сахар. И он как раз таки станет той палочкой-выручалочкой, когда у вас что-то не созревает, например, не вызревает, дает кислоту, чтобы не заниматься какими-то манипуляциями, чтобы не разводить ничего водой. Добавляете просто вот этот сорт и получаете хорошее, приятное вино. Отличное вызревание лозы на 20 сентября. Большинство из лоз практически до верха уже вызрело. И несмотря на такую рыхлую гроздь, имеют достаточно хороший размер. Где-то грамм 300-400. Получить гроздочку легко. Причем тут по 3, где-то и по 4 может быть гроздья на ветке. Любую нагрузку при любых условиях он вытянет. Супага. Еще один сорт прибалсийской селекции. Имеет очень приятный сладкий вкус с фруктовыми нотками. Мякоть слизистая, очень много сока. По срокам созревания в Минской области это приблизительно 2 неделя сентября, когда она уже полностью готова. Сорт характерен тем, что зеленый цвет у нее и остается даже в полном созревании. По урожайности она дает 2 грозди на ветку и средний вес каждой грозди порядка 400 грамм. Грозди рыхлые, поэтому они не трещат, не загниваются. Конечно, что касается устойчивости к заболеваниям, тут никаких проблем никогда не возникает. Точно так же, как и с возреванием лозы. Никогда здесь урожаем не нормируем. Немножко идет весенняя нормировка побегами. И куст всегда прекрасно тянет любую нагрузку. И что хочется сказать в завершении. Да, в нашей коллекции достаточно много сортов прибалтийской селекции. Но именно эти сорта максимально приспособлены к нашим условиям. Ведь они именно для этого и выводились для такого сурового и переменчивого климата, для короткого лета. Именно эти сорта дают хорошую урожайность, что на самом деле важно, когда у вас совершенно небольшой участок. И когда кто-то отзывается о них негативно, хочется сказать, что вы не любите кошек, вы просто не умеете их готовить. Потому что на самом деле эти сорта дают прекрасные, очень ароматные и очень насыщенные вина. И еще я немножко обращала ваше внимание во время обзора на некоторые моменты. Но сейчас повторюсь, часто я слышу, что у нас только могут быть кислые сорта. Поэтому мы добавляем вино в воду, мы добавляем вино в сахар. И я как раз таки говорила вам о том, для этого заведите какой-то сладкий сорт. Заведите сорт, у которого будет хороший сахар и низкая кислота. И тогда вы сможете создать свой замечательный продукт, который будет приятный и который не надо будет подгонять никакой ни водой, ни сахаром, ни какими-либо еще другими добавками и манипуляциями. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!